СВЯЗЬ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ УСТАНОВЛЕННЫ Алексей стал известным советским философом. Как положено философу, у него есть склонность к глобальным обобщениям. Например, тема его докторской диссертации звучит так. «Социальная деградация как феномен исторического процесса. Проблема нового варварства в философско-историческом контексте». Как вы понимаете, новые варвары и дегенераты – это мы с вами, русские. Интересно посмотреть, как выглядит автор этой примечательной диссертации. Вот его фото. Я считаю, прекрасная внешность для старейшины Московского английского клуба. Эту должность Алексей Алексеевич занимал с 1997 по 2003 год. Однако, не будем злорадствовать, благообразных философов с правильными чертами лица весьма мало. Вытащить подряд два лотерейных билета и быть одновременно и очень умным, и очень красивым – событие слишком редкое, чтобы быть реальностью. Несмотря на анекдотическую внешность из всех карамурс, Алексей Алексеевич – наиболее культурный и порядочный человек. Но его уровень как ученого невысок. Это уровень провинциального краеведа, для которого краткое выступление по центральному телевидению – событие раз в пять лет. Скажем, отмечается 150-летие со дня рождения Чехова. И человек выступает с небольшим сообщением о биографии земского врача, который учился с Антоном Павловичем на одном курсе и был им пару раз упомянут в переписке. Подобная работа, наверное, нужна, она требует научной квалификации, но это не повод перманентно торчать в эфире 30 лет. А Алексей Алексеевич там торчал и торчит. Одно время на телевидении шли тошнотворные передачи с тремя карамурзами. С Алексеем Алексеевичем, его братом Владимиром Алексеевичем и его кузеном Сергеем Георгиевичем-младшим, о котором мы говорили в прошлой передаче. Троимурзия была невыносима, вызывала шипение у коллег из подвижников, но ничего со знатной семейкой поделать не могли. И терпели это измывательство много лет. Троимурзия занималась бессмысленной болтовнёй на темы, о которых не имело никакого понятия. Похоже, что и самим фигурантам подобное стадобище была не в радость. Но гонорары за это безобразие платили заоблачные, потому что организатор Троимурзия Владимир Алексеевич имел мощную поддержку на телевизионных верхах. Вот о Владимире Алексеевиче теперь и поговорим. Он закончил престижную московскую школу, затем ИСТФАК МГУ. Это было в 1981 году. После этого он 12 лет входил в команду частных репетиторов, готовя абитуриентов в университет. Эта работа давала солидный заработок, в том числе и потому, что была скрытой формой взяток приёмной комиссии. Принимающие экзамен преподаватели сами занимались репетиторством или были родственниками и друзьями репетиторов. Поэтому прошедшие через систему абитуриенты не только имели преимущество в подготовке, но и могли рассчитывать на снисходительные отношения на вступительных экзаменах. Причём уличить в такой ситуации людей было очень трудно. Репетиторство в СССР запрещено не было. Однако формально нигде больше не работающий репетитор считался безработным. Молодой Владимир Алексеевич до 33 лет вёл богемный образ жизни. Денег он зарабатывал много и, в отличие от фарцовщика, легально. Но с точки зрения советской власти считался тунеядцем, то есть полууголовником. Постепенно в такого полууголовника Владимир Алексеевич и превратился. Этому способствовала страсть к горячительным напиткам. В 1989 году «Воздух свободы» сыграл с ним злую шутку. В пьяном виде он избил милиционера, то есть полицейского, и вдобавок сорвал с него погоны. В дальнейшем Владимир Алексеевич всю жизнь говорил, что ненавидит полицейских, и полицейских надо бить. Что ж, практика известная. После февраля 1917 года в России первым делом распустили полицию. А самих полицейских стали сначала арестовывать и избивать, а потом и убивать. Затем перешли к пожарникам. В городах начались пожары. Поскольку Владимир Алексеевич принадлежал к золотой молодежи и на дворе была последняя фаза перестройки, он отделался административным штрафом в 45 рублей. На нынешние деньги это примерно 100 долларов. Такие деньги для Карамурзы были в области погрешности измерения. Но штраф он платить отказался. Тогда ему сказали, что штраф пришлют на место работы и его автоматически вычтут из зарплаты. На что Карамурза с торжествующей ухмылкой заявил, что нигде не работает. И вот тут их советскому благородию вместо штрафа влепили его альтернативу. 15 суток исправительных работ. Сидел он, конечно, хорошо и работал не на лакокрасочной фабрике, а в стерильной аптеке. Но потом всю жизнь горько сокрушался по поводу страшного тоталитарного режима, который подверг его гражданскому надругательству. На полном серьезе Карамурза с гордостью рассказывал об этом эпизоде, считая его проявлением сталинских репрессий. И каждый новый год поднимал тост за то, чтобы в будущем году не оказаться на нарах. После 1991 года Владимира Алексеевича пригласили работать на телевидении. Вот так, внезапно. И тут в 33 года все завертелось. Замелькал округоверть гусинских, березовских, дарковских, телешоу, уникальных творческих коллективов, головокружительных интервью и сногсшибательных передач. Фигара здесь, фигара там. Свою телевизионную карьеру Владимир Алексеевич объяснял игрой случая. Молди о его посадке в тюрьму узнал однокашник Олег Добродеев и решил помочь. Добродеев в тот период уже был одним из руководителей Останкина. Версия, прямо скажем, так себе. Все было ровно наоборот. После тюрьмы распоясавшийся кора Мурза решил организовать травлю полицейского, осмелившегося протестовать против срыва погон. И науськал на него прогрессивное телевидение. На самом деле карьера кора Мурзы в области культуры началась с младых ногтей. Еще будучи студентом, он вошел в объединение мухоморы, которые называют арт-группой. Никаких арт-групп в природе нет. Есть группы музыкантов, художников, поэтов. Если там люди занимаются незнамо чем, то такие объединения называются ферайнами или студенческими клубами. В отличие от кружка, в природе они занимаются чем-то продуктивным, например, выпиливанием лобзиком или изучением санскрита. А просто отдыхают. В США такие объединения называют греческими, потому что в названии содержат букву греческого алфавита. Они имеют в Америке колоссальное распространение. Немного по-другому устроены подобные же объединения в Англии, еще немного по-другому в Германии или Франции. Это неотъемлемый элемент студенческой жизни западных университетов. С одной стороны это молодежные клубы, а с другой способ социализации нового поколения и национальной элиты. Там нарабатывается система неформальных связей, которая в дальнейшем помогает в карьере, иногда играя роль решающую. В СССР по понятным причинам такие объединения носили рудиментарный характер. В основном это национальное землячество, самодеятельные театральные труппы под эгидой ВЛКСМ, КВН и т.д. Отдельной разновидностью таких объединений были арт-группы вроде мухоморов. В СССР было их очень мало, и входила туда золотая молодежь, «Дети столичной интеллигенции», «Генералитета» и «Партийной номенклатуры». На Западе объединение типа мухоморов – обыденное явление. Это масонские шуты, то есть студенческие масонские ложи или клубы, ассоциированные с масонскими ложами, которые занимаются иногда безобидным стебом, а иногда травлей неугодных лиц и организаций. В Википедии сказано, что арт-группа мухомора была названа по имени «Гриба». Это, мягко говоря, не так. Спору нет, мухомор – гриб прикольный по названию и к тому же галлюциногенный. Однако в сортах наркотиков тогда молодежь разбиралась плохо, предпочитая портвейн. Подтекст названия был другой. Мухомором тогда называли «Муамара Каддафи». В это время вышла зеленая книга, которая начиналась словами «Мужчина – человек, женщина – тоже человек». Это был прикол покруче журнала «Корея». Поэтому, когда сейчас рассказывают, что Дугин в молодости собирался убежать в Ливию, то не понимают, о чем говорят. Ни в какую Ливию он бежать не собирался. Это было стебом, как и вся его последующая деятельность. Лидерами мухоморов были Константин Звездочетов и Свен Гундлах. Это было политизированное объединение, занимающееся планомерным обдрачиванием полуофициальных и четвертьофициальных молодежных кружков, существовавших при ВЛКС. Сначала люди сами не понимали, что делали, затем это стало системой. Я лично общался с мухоморовским окружением и знаю эту среду изнутри. Это мои одногодки. Собственно, движение утят берет свое начало из этого общения. Вероятно, об этом когда-нибудь расскажет сам друг утят. Свен Гундлах был бойфрендом Дуни Смирновой, в дальнейшем – жены Чубайса. Хорошо помню, как я увидел эту пару первый раз. Это было на частной выставке на квартире одного художника. Гундлах и Смирнова были в центре внимания и с восторгом рассказывали, как они, по их словам, разбомбили шведское посольство. Эта фраза им очень нравилась, они ее повторили раз десять. Они только что встретились с этажей шведского посольства по вопросам культуры. И тот им передал в шведских кронах примерно долларов шестьсот. По тем временам это было запредельно много. Сам Гундлах был навиопом шведско-армянского происхождения. Занимались мухоморы вот такими вещами. Выкладывали на снегу своими телами неприличное слово и потом рассылали фото западным корреспондентам. В перестройку на базе мухоморства возникла группа «Среднерусская возвышенность». Смысл названия виден по обложке. Им дали телеэфир и они стали прикалываться, изображая рок-группу русских идиотов. Первоначальной идеей группы было издевательство над черносотиной памятью. Они хотели стебаться над Васильевым, изображая себя русской национальной рок-группой. Такие группы раньше для русских были запрещены. Их разрешали только украинцам и белорусам, не говоря уже о Кавказе и т.д. Время было такое, что наивные телезрители восприняли все всерьез и у шатников стали появляться фанаты. Таких случаев на телевидении тогда было несколько. Такова волшебная сила государственного моноютуба. Если уж зашла речь, технология шутовской русофобии была разработана в Великобритании в начале XX века. Например, это было элементом деятельности группы Блумсбери. Русских там изображали эфиопами и высмеивали как первобытных дикарей. В законченной форме это направление было инсталлировано англичанами в США, где возникла сеть шутовских лож системы от Фелоус – имперский орден московитов. Там издевались над системой русской чиновничьей иерархии и системой русских наград. А также практиковали всякого рода шутовские обряды. Например, адепт ложи должен был в лохмотьях и цепях провалиться в ванну со льдом. Это был побег с каторги. Выходит, что глумились не только над царизмом, но и над его жертвами. Таким образом, англичане внушали американским студентам презрение и брезгливую ненависть к русским, носящую иррациональный и поэтому абсолютный характер. Внушалось, что форма русских полицейских или устройство высшего государственных органов России – вещь сама по себе невообразимо смешная. Хотя чего особо смешного в попахе полицейского или в Государственном совете Российской империи? По-моему, английские Бобби и английский парламент почуднее будут. Но это не важно. Пропаганда на уровне шутовского карнавала имеет стопроцентную эффективность. Можно обозвать храм Христа Спасителя русским самоваром, взорвать динамитом и сделать на его месте бассейн. Это все будет не то, потому что слишком серьезно. А вот устроить представление Пусси в алтарной части и дать этому действу мировую рекламу – это то, что доктор прописал. После этого у русских появится главный храм страны с танцующими шутихами. А это славно. А последующие наказания, примененные к похабным клоунам, вызовут лишь сочувствие к жертвам и представят русских в еще более смешном виде. А представьте, если бы кто-то устроил инсталляцию, например, вот в этом масонском храме американской столицы. Масонских батюшек вели бы под руки, они бы прилюдно рыдали от неслыханного поношения. В начале 40-х годов немцы сделали с французскими масонами то, что они на протяжении сотни лет делали с католиками. Собрали их священный утварь и открыли антирелигиозный музей, чтобы публика потешалась над дикарскими оберегами, волшебными палочками, веревочками и тому подобной чертоплешью. Люди сильно обиделись. Так обиделись, что половину руководства Германии потом повесили. За поношение святынь. Потому что это другое. Масонский клоун по свистку будет обмазывать калом чужие верования и обычаи, но одновременно ползти на карачках за очередным градусом. Потому что это другое. И все-таки я не стал бы называть Владимира Алексеевича Карамурзу заурядным провокатором. В Мухаммариаде была своя правда. Это была заявка на остроумие и веселье людей, молодость которых пришлась на унылую и глупую эпоху Брежнева. Молодые люди резвились и развлекались как могли. И не их вина, что все это выглядит сейчас плоско и убого, а сами они оказались полными ничтожествами. Многие из них остались людьми. И Свен Гундлах, недавно умерший от ковида, умер как православный человек Симеон, служащий церкви, а не как постмодернистский кривляка. Была своя правда и у Владимира Алексеевича. Он действительно ненавидел мир, в котором жил в молодости. И этот мир подобной ненависти был достоин. И он действительно хотел, чтобы у нас появилось независимое телевидение и демократическое общество. Ну а то, что наделал массу глупостей, наврал стрекоруба и наговорил массу гадостей про соотечественников, так это бог ему судья. Дураком он был, а вот подлым шутом нет. Подлым шутом стал его сын, человек другого времени и другой эпохи. Но об этом в заключительной части нашей Карамурзиады. Оставайтесь с нами и русские, и украинцы, и все смотрящие наши передачи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok